Привет, народ! Как у вас дела? Сегодня мы прыгаем с вами в новую модификацию для GTA Vice City. Ну, как сказать новую? В общем, давненько не было на самом деле на канале обзоров старых пиратских модификаций, которые еще на коробках были. Так вот, у меня никогда не было данной модификации, которая сегодня попадает под обзор, но эта модификация называется Modern Mod. И для того, чтобы раздобыть эту модификацию, мне с одним человеком пришлось изрядно попотеть, поскольку у меня изначально модификация не устанавливалась один раз. Ее перепаковал один человек, потом она опять у меня не устанавливалась, и только потом заархивировал подписчик канала Павел Лысенко полностью данную модификацию. Спасибо ему большое за предоставленный архив, как говорится. Так вот, и у меня никогда не было этого мода, поэтому я на него сегодня буду смотреть впервые, поэтому давайте приступим. И, надеюсь, я не усну. Я не знаю, потому что если эта модификация не меняет сюжетную линию игры, тогда тут мало о чем будет поговорить, так что давайте начинать. Нужен эффективный инструмент для привлечения живой аудитории без ботов? В этом вам поможет SMM Craft. Качественная раскрутка во всех социальных сетях и на Твиче. SMM Craft. Современный сервис для удобного продвижения. Ссылка находится в описании. Сразу видно, кстати, то, что... А, тут у нас, кстати, озвучка от Фаргуса присутствует. Ну, я так понимаю, сюжетка не меняется. Я пару секунд отвернулся и получил кучу дерьма в лицо. Боже. Поспим немного? Что ты собираешься делать? Завтра я буду у тебя в офисе, и мы начнем сортировать эту кучу. Озвучка от Фаргуса в модерн моде. Я просто в шоке. Ну, давайте по порядку, ребята. Так, народ, ну что, для начала. Для начала мы начнем с того, что модификация не меняет основную концепцию игры. Это довольно печально, поскольку я такие модификации уже не особо готов воспринимать, если честно. Но, тем не менее, это всегда приятно. По стандарту, естественно, поклажу подбираем. И посмотрим, что у нас тут вообще появилось на самом деле. Кстати, хочется заметить то, что про модерн мод вообще практически ничего не известно, потому что... Модифи... Вау, вау. Что с миром произошло? Окей, окей, я не хочу знать, что это, поэтому... Ладно, я, кажется, понимаю, в чем дело. Это, наверное, все из-за ограничителей кадров. Да, из-за того, что я его вырубил. Ну что, придется записывать тогда в 30 фпс, как вы видите. Окей, народ, я вернулся. На экране 30 фпс. И картинка более-менее нормализируется. Судя по всему... Хотя нет, не особо нормализируется. Судя по всему, разработчик очень сильно накосячил с текстурами в этом моде, потому что это просто дерьмо какое-то. Вы посмотрите, как они прыгают. Да, они просто раз за разом прыгают, на самом деле. И, насколько мне известно, модерн мод, наверное, взял в себя... Вау, классное издание, классные текстурки. 86-й год, как в оригинале этой игры. Так вот. Наверное, хочется сказать... Знаете, что в первую очередь? Я думаю, что эта модификация в основном именно меняет транспортные средства, которые тут добавлены. Я, конечно, поезжу потом в другие части города. Посмотрим, что произойдет. Давайте быстренько возьмем задание. Еще и послушаем немного озвучки от Фаргуса. Ну, чисто так, пара предложений. А, нет, не будем слушать. Все, я пошутил, потому что там лицензионная музыка играет. Ладно, так, Сейбр. Давайте посмотрим на танк, что ли, как он выглядит. Блин, какой кошмар просто. Танк у нас не меняется. А с Сейбр Турбо... По-моему, я не тот щит-код ввожу. Да, я на гонщик хот-ринг ввел щит-код. Get there fast. О! Наконец-то нормальная тачка. Вы посмотрите, что это. Это Форд. Это Форд GT40. Блин, знаете, как круто, когда... Разработчики для таких, как я, подписывают автомобили. Это, правда, очень клево. Ладно, читернем себе один такой, как говорится. И поездим маленько. Кстати, хочется заметить, что, видимо, Сейбр Турбо присутствует на улицах в iCity с самого начала, потому что... Да, по-другому никак. И хочется заметить одну такую особенность. В отличие от ванильной версии в iCity, на которой я обычно ставлю модификации, в этой существует обводка по интерфейсу, как вы видите. Вообще обводка небольшая присутствует. И тут либо у Павла стояли какие-то улучшения на модификацию, насколько я понимаю. Либо это шло вместе со стандартным комплектом. Но, насколько я помню, всё-таки Modern Mod это модификация с коробок, поэтому тогда вайдскрин фиксов, наверное, ещё не было. Да и обводок подобных, наверное, тоже. Так что я даже не знаю, что тут добавить, на самом деле. Я только что решил всё-таки открыть страницу по поводу Modern Mod, посмотреть, что вообще тут было добавлено. Я наткнулся на статью с сайта playground.ru. И вы знаете, сколько лет этой статье? 16 лет. Там комментарии оставляли с 2003 года. То есть, получается, модификация Modern Mod это, правда, 2003 год вообще. То есть, спустя год после выхода в iCity. Я вообще считаю, что самая лучшая модификация на вайсу это именно Deluxe. Потому что, во-первых, это была одна из первых глобальных модификаций на игру, которая, правда, не меняла основную сюжетную линию, но тем не менее. И при этом там было добавлено... Было добавлено несколько мест, в которые вы могли заехать. Типа скейт-парка или площадка около Хайма Memorial Stadium. Кстати, куда мы сейчас с вами и направляемся. И хочется также сказать, что в Deluxe пара фишек присутствовала достаточно интересных. Например, то, что закрытые ворота по сюжету игры можно было сломать, если врезаться в них на полной скорости. Но, почитав информацию про Modern Mod, я абсолютно ничего не нашёл, кроме замены транспортных средств. И то вы прямо сейчас видите на экране, транспортные средства не все были заменены, судя по всему. Поскольку, вон, например, едет грузовик, уже в обратную сторону, Марлин. Он, например, не поменялся. Современные автомобили, да, современные автомобили. Modern Mod, посмотрите просто на это дерьмо, да. Такси какая-то вообще стандартная, фиг я её знаю. Жеребец не поменялся. То есть, не все автомобили как бы претерпели изменения. Единственное, которое я могу показать с помощью чит-кодов, по крайней мере, это Saber. Это гонщик Hotring, который вообще не поменялся. И танк. Который также, кстати, не поменялся. О, смотрите, какой я экземпляр нашёл по авто. Ну-ка, что это у нас такое? Дай-ка тормознём его. О, это... Это ранняя версия Мерседеса, видимо, какая-то. А конкретно... Тут 190 что-то там, по-моему, написано. Ладно. Оригинал, я так понимаю, Гермес, судя по дверям. Это Saber! Обалдеть! Я уже ездил на Saber в начале обзора на эту модификацию. Только он выглядел, по-моему, немного лучше. Но я не знаю. Есть, конечно, любители там каких-то классических авто, даже зарубежных, да. Но... Фиг его знает. Кстати, мотоциклы здесь тоже претерпели изменения. Как вы понимаете, современные транспортные средства. Это подразумевается из себя 2003 год. То есть сейчас, понятное дело... Спасибо. Сейчас, понятное дело, всем, наверное, насрать будет на это транспортные средства. Спустя 16 лет после выхода этого мода. Кстати, в этой модификации у Гаитян чёрные вуду. Знаете вы или нет, у меня на канале есть несколько роликов про... Ауч! Про автомобили. Уникальные, редкие. Их очень много. Их, по-моему, 3-4 подобных видео. И чёрный вуду, это на самом деле уникальная раскраска на данное авто. А здесь она присутствует по стандарту. И пока я ездил, я хотел вспомнить ещё кое-что. Вы знали то, что вот эта версия модерн-мода, это альфа-версия? То есть в 2003 году разработчики действительно делали вот эту модификацию. Они делали, добавляли авто. Может, они хотели как модификацию New Age. Поменять некоторые здания. Водофоны там добавили эти плакаты, помните? В общем, если не смотрели обзор Vice City New Age, то можете посмотреть. Он на самом деле довольно интересный получился, хоть и немного странный. Но оно того стоит, правда. Так вот, и по поводу... И вот по поводу этого всего модерн-мода, да? Это альфа-версия мода. То есть спустя 16 лет мы с вами не увидели продолжение. И так и не увидим его. И по идее единственное, что тут есть, это озвучка от Фаргуса. Я хочу сказать спасибо разработчикам этого мода за то, что они его добавили. За то, что когда-то создавали целые сайты с продвижением этого мода, как я покопался. И не знаю, может быть даже есть люди, у которых на дисках была эта модификация. Кстати, если это так, то пишите в комментах. Потому что мне правда интересно, была ли у кого-то эта модификация вообще. Что тут еще добавить? Слушайте, на самом деле нечего. Я рассказал в принципе вам про историю создания этого мода, да? То, что когда-то создавался. Правда, сказать неизвестно кем, я не нашел информацию конкретно, кто создавал этот мод. Я рассказал вам, что тут было добавлено. И единственное, с какой целью стоит эту модификацию устанавливать. Пожалуй, только для того, чтобы просто перепройти оригинал. Но с какими-то новыми авто. Может быть там есть люди, которым именно какие-то конкретные авто нравятся. Я не знаю, конкретные мотоциклы нравятся. Может вы со спаунером автомобилей играете в Айсу. Может вы хотите еще что-то попробовать. Но, перед тем, как закончить этот мод, я конечно показал вам несколько транспортных средств. Но, знаете, мне хотелось бы выделить несколько именно из них, которые мне может попадутся на пути. Давайте так. Я сейчас прокачусь до Даунтауна. И если я найду какие-нибудь интересные авто, я вам их покажу прямо в конце этого видео. И я их нашел. Полицейский участок в Малой Гаване. Посмотрите, как здесь выполнено полицейское авто. Кстати, довольно классно. Я изначально подумал то, что это раскраска просто из бета-версии. Помните, там белые такие полицейские тачки были. А здесь это чисто такая итальянская полиция. Полицай. Или это... Стоп. Немецкая? Немецкая, наверное, да? Полицай. Просто зеленый цвет я немного засомневался. Да, это, видимо, немецкая. BMW M5. Ммм, кстати, я мог бы узнать. Да, это, по-моему, единственная BMW, которую я знаю. Эх, думал, хоть байки Митча Бейкера будут раскрашены. Как же я был неправ. Слушайте, ну ладно, по идее я до Даунтауна доехал. Поэтому я больше ничего не нашел, правда. То есть все вот эти вот автомобили, которые вы видели на протяжении модификации. Вот даже Subaru Impreza есть, да? Это же Impreza было, наверное. Вот. Я больше ничего не обнаружил. То есть все авто абсолютно одинаковые. И, наверное, нет смысла на них смотреть дальше. А это что? А, ну да, Subaru. STI там было написано. Не важно. В общем, давайте тогда на этом смотр модификации закончим, я думаю. В принципе, модификация неприметная. Никому не нужная, я думаю. И мало у кого она была вообще. Да и, знаете, подобные модификации обычно редко из себя что-то представляют. Но, тем не менее, на обзорчик нужно было ее взять, по крайней мере. С вами был Спектр. Все-таки предпочитаю Deluxe с подобным модификациям. Там, по крайней мере, фишек побольше и добавлено побольше отдельных каких-то сооружений, о которых я рассказывал. Если вам понравился этот ролик, то оцените его, конечно же, положительнее. Подписывайтесь на канал, если вы тут в первые видеоролики выходят на канале каждый день. И всем удачного дня. Желаю. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok